Привет, с вами Ньерл, это каст-матч между игроками Капитан Дарк Рико за Апотекаря, как обычно. У меня уже на канале очень много кастов этого игрока. И Мистер Рико Рус за Варбоса. Кстати, ники игроков довольно похожи. Рико, Рико. Но их не нужно путать. Мистер Рико Рус, очевидно, русский игрок за Варбоса. Очень хороший игрок, надо сказать. На канале уже, по-моему, был только один матч с его участием, где он разгромил Джен Пачи, спамера Бладкрашерами. Это был замечательный матч. Посмотрим, что он сделает в этом матче. Дарк Рико это один из лучших игроков за Апотекаря в данный момент, вообще. То есть, если бы не присутствие на игровой арене Розена, я бы сказал, что он лучший. Розен это тоже игрок за Апотекаря из клана Руф. И сейчас в Дарк Рик уйдет стандартный билд космодесанта. Два отряда скаутов, один отряд тактических десантников. Мистер Рико Рус в стандартнейший билд орков. Два отряда шут. Возможно, что он не будет их апгрейдить до Биг Шут. Сразу же, вместо этого, он сначала закажет варбоссу злые частицы. А может даже просто будет копить на Штурмбойзов. Штурмбойзы очень... Штурмбойзы очень хороши против орков. Не против орков. Штурмбойзы очень хороши против космодесанта. Потому что большая часть войск космодесанта, в принципе, все войска космодесанта, кроме скаутов и техники, являются тяжелой пехотой. И тяжелая пехота получает дополнительный урон от силового оружия. А штурмовики вооружены силовым оружием. Поэтому штурмовики очень хороши против космодесантников. Они очень хороши против них, даже у других героев. А с боссом они превращаются просто в мясорубки ненависти к космодесанту. Они ненавидят все в этих ребятах, когда ими управляет босс. Потому что у босса есть глобальные способности. И одна из них, используйте свое рубило, превращает Штурмбойзов просто в машины для убийства. В ангелов смерти. Круче, чем космодесантники. Они носят такой урон, что если отряд космодесанта не отступает сразу же до их прыжка, то он погибает. А иногда погибает и при этом. Скажем, если на втором тире у Штурмбойзов уже есть улучшенные прыжковые ранцы. И они могут сделать камикадзе для того, чтобы отбросить отряд. Штурмбойзы очень хороши против космодесанта. По крайней мере, я люблю их делать. Против космодесанта. Что не очень хорошо против космодесанта, это бигшуты. Конечно, бигшуты не очень хороши против этих тактикалов. Они хороши против скаутов, конечно. И они могут быть использованы для подавления этих штурмовиков. Штурмовиков. Дарк Рику, которых он сейчас делает. В принципе, было очевидно, что он их сделает. Потому что он игрок за апотекаря. Игроки за апотекаря всегда идут в одинаковый билд. Это факт. Научный. Серьезно, если вы играете за апотекаря на каком-то высоком уровне игры, вы можете просто попробовать не строить штурмовых десантников на первом тире. У вашего противника будет шок. Он реально удивится. И сейчас Таранварбосса со злыми частицами. У него значительно увеличилась регенерация. И посмотрим, какой урон получат скауты. От этих шут. В принципе, шуты могут просто продолжать идти за скаутами. И они будут получать большой урон. Возможно бы даже кто-нибудь из них умер. Думаю, шуты... Да, шуты, в принципе, могут закайтить этих ассалтов. Нет, они предпочитают этого не делать. Их можно было подавить, отвезти один отряд, все такое. Но мистер Рико этого решил не делать. И у него уже накопилось достаточно ресурсов на то, чтобы сделать отряд штурмбойзов. Возможно, он не будет его делать. Это его дело. Просто я считаю штурмбойзов в компании с боссом лучшим отрядом против спейсмаринов, которые есть у орков вообще. Они даже терминаторов могут убивать. До особых проблем. Конечно, не штурмовых. Ладно, посмотрим, что мистер Рико Рус будет делать. То есть, возможно, что он копит на второй тир. Ему немного осталось на него. Да, в принципе, он сейчас может на него перейти, скоро уже. Вот сейчас он может начать переходить на второй тир. Да, он переходит на второй тир. И на первом тире он хорошо продержался. Конечно, главным образом, благодаря тому, что он... Главным образом, благодаря Харасу его, варбосу, он здесь вот довольно долго держал капитана Дарк Рико. Ну и, конечно, эти ассолты не смогли так уж долго присутствовать на поле боя, чтобы как-то сильно отбросить войска мистера Рико. И сейчас мистер Рико Рус, несмотря на то, что он потратил довольно приличное количество энергии на первом тире, он переходит на второй, уже наполовину перешел. И, кстати, в самом начале, я не помню, насколько хорошо закончился Харас... Я помню, что шуты Харасили генераторы. Но я не помню, были ли там вообще генераторы, или там была только повернода. Я думаю, судя по количеству энергии у капитана Дарк Рико, это могло возыметь большой эффект на него. Но, скорее всего, это было... Скорее всего, это имело большое значение. Я уже просто про это забыл. Неприятно. Мистер Рико Рус заказывает Вартрак. Это замечательный механизм, он стоит сущие копейки, но очень полезен для Орчей Армии. И сейчас этим слагом заказывается Ноб. Кстати, интересно, что самих слаг, несмотря на то, что они довольно хороши против космодесантников в ближнем бою, особенно если им заказать Берны, Мистер Рикрус их не использовал вообще. То есть, рубаки у него только ходили и перекапывали точки. Сражались в основном босс и эти шуты. Ладно, это его стиль игры. У каждого игрока должен быть свой стиль игры. Ну, должен быть. Но это желательно. Намного приятнее играть с каким-то более-менее интересным игроком вместо какого-нибудь чизера, который просто копирует тактики. Хотя, нынешняя тактика Мистера Рикруса, ну, я с трудом могу назвать ее уникальной. Я не могу назвать ее уникальной, это самая обычная тактика. И сейчас Капитан Дарк Рику, возможно, компенсируя за тот ранний Харас Энергии, начинает даже застраивать еще одну энерготочку. Нет, ее сделал Мистер Рикку Рус. Дарк Рику ее просто перехватил. И сейчас, конечно, у Дарк Рику есть... Прест энергии побольше. И он только что, ну, не только что, но недавно начал переходить на второй тир. Тогда как Мистер Рикку Рус делает слаг. Очень интересная стратегия. То есть, я такого раньше не видел, но мне очень интересно, что он сделает. Он заказал первому? Нет. Я думал, что, возможно, он хочет сконцентрировать свои отряды... Не сконцентрировать, просто сконцентрироваться на отрядах ближнего боя с поддержкой этого вартрака и превозмогать космодесантников рубилами. Ну, нет. Он... Ну, для этого ему понадобились Берны однозначно. Потому что... Очень мощное увеличение урона против космодесантников. По-моему, это нужно. Кстати, на этот раз Капитан Дарк Рику, он также потерял своего героя. Ему стоит поучиться отступать пораньше. Эти тактикалы с огнеметами носят очень большой урон по шутам. Не то чтобы их это волновало, они просто сразу же пополняют свои ряды из этого вартрака. Посмотрим. Да, мистер... Я чуть не сказал мистер Дарк Рику. Так и знал, что я буду путать их ники, они слишком похожи. Как-то странно в этом вартраке. Видны... Рубил Исич... Видны были пулеметы всех техшут. Сейчас произойдет небольшой харасс генераторов. Кстати, у Капитана Дарк Рику... Да, всю эту игру... Да, у Капитана Дарк Рику было преимущество в 500 очков. Очень хорошая микро. Его шуты... Шуты... Мистер Рику Рус садятся в вартрак до того, как... Ассолты даже на них прыгнут. Мистер Рику Рус переходит на третий тир. Отлично. То есть, я понимаю теперь его план. Кстати... Да, к сожалению, вартрак очень хилый. Он умирает с двух выстрелов ласпушки Девастатора. Но он уже довольно хорошо послужил. И мистер Рику Рус не заказывал штромбойзов. Просто потому, что он хотел пойти в более... Жесткое противодействие всему живому. Нобов. Эти ребята очень... Классные нобы. И я понимаю желание мистера Рику Руса поскорее их вывести на поле боя. Сейчас варбосс дерется с этими тактикалами. Просто немного отвлекает войска Дарк Рику. И сейчас впервые за всю игру у... То есть, очки идут в пользу мистера Рику Руса. Кстати, довольно странно. Было несколько моментов, когда он довольно хорошо побеждал в боях. Но, несмотря на это, похоже, он точки не мог перекапать. Эти слаги... Несмотря на то, что у них есть НОБ, у них все еще нет огнеметов. Я говорил, огнеметы бы им очень помогли в противодействии космонистанту. Но, возможно, что мистер Рику Рус хочет сохранить... Каждую... Всю энергию, которую он может для НОБов. Хотя у него уже больше энергии, чем нужен для НОБов. НОБов стоит 500 влияния и 100 энергии. У него уже 174 энергии. Думаю, он мог бы заказать немного дополнительных технологий. Так... Да, Дарк Рику использовал благословение Алла Романа один раз. Так что... Каждое использование способности ненадолго отдаляет... Вхождение на поле боя терминаторов. И, конечно, замечательное использование автоматического огня на этом варбосе, чтобы отбросить его. Кстати, возможно, варбос умрет. Но, благодаря тому, что он сделал... Вот теперь я зол, этот таран со злыми частицами. У него была огромная регенерация здоровья. Да, это один из бонусов в этой способности. Здоровье... Дарк Рику пишет. Конечно. И еще одна грустная рожица. Видно, он не привык к тому, что... Все идет не так, как ему хотелось бы. Но такое бывает. Со всеми. Игроки за апотекариев не исключение. Мистер Рикурус вывел на поле боя нобов. Эти ребята очень классные. И, если бы мистер Рикурус хотел меня окончательно порадовать, он бы мог выдать этому варбосу молот. Для того, чтобы бафать этих нобов вдобавок их обычному огромному урону. Но это уже не обязательно. Штурмовики прыгнули в кучу. Стрелял. Похоже, они не заметили. Рубак, которые стояли в этой куче, им получили небольшой урон. Но бы вместо того, чтобы атаковать этих ассолтов, побежали куда-то в другую сторону. Ну, до этого, конечно. Сейчас они за ними в догонку бежали. И в результате, я думаю, как минимум еще одного ассолта они бы могли убить. У них уже есть неистовство? Нет, нет неистовства. Им придется отойти. Или есть. Я вижу плюсик над... Да. Нельзя верить этой табличке варгира. Нужно смотреть на плюсик вот здесь. И апотекарий, очевидно, не знал, что все, кто стоят в радиусе удара нобов, имеют привычку умирать. Но вы такие ребята. И сейчас нобы убивают генераторы. Рубят их своими пилотопорами. Похоже, мистер рекурс не собирается их апгрейдить дальше. У него сейчас очень много энергии. То есть, уже 150, ему не хватает влияния. Не то, что не хватает, но... Равновесие ресурсов довольно нарушено. Он мог бы позаказывать немного варгира своим войскам. То есть... Да я опять заговорил про огнеметы этих слаг. Хотел, точнее, про них сказать. Но даже не говоря об огнеметах. Нет, он уже заказал им молоты. Отлично, молоты. Сом варбоса. Ну, варбос ходит как-то отдельно от нобов. Так что, возможно, ему и не стоит заказывать этот молот. Но он все равно очень классный. Если его использовать с армией. То есть, для баф-армии. Мобы все еще сражаются. Они... Они такие ребята. Их практически невозможно убить. Ну, возможно убить. Но сейчас у Дарк Рику нет для этого средств. То есть, ему бы очень помогла плазменная пушка. Не пушка. Просто плазменная винтовка на этих тактикалах. Еще одно использование благословения Ларомана. И сейчас все три точки находятся под контролем мистера Рику Рус. Он очень красиво сыграл в этой игре. Я бы сказал, что... Ну... Нет, не рискованно. Совершенно не рискованно. Просто я как-то... Я... Для меня более привычно, Когда игроки все-таки заказывают штурмбойзов против космодесанта. И... Он мог бы, скажем, сделать два или три. Три уже много. Просто два отряда штурмбойзов. И под бафами босса. Они бы просто крошили в кусочки армию космодесанта. Вообще без проблем. Мистер Рику Рус играл более классически. Да, так. Он играл более классически. На первом тире он отлично продержался против Апотекария. Он... Не позволил Апотекарию... Себя сбить. То есть... Он перешел на второй тир намного раньше капитана Дарк Рику. И на втором тире он... В принципе, сделал Вартрак. Несмотря на то, что Вартрак был убит, он выполнил свою цель. Он позволил ему немного... Просто связать Дарк Рику. В бою... Да, целью мистер Рику Рус сам в начале были эти новые. Это понятно, учитывая, что они замечательный отряд. Воу Этлаг Виуд. Да, похоже, Дарк Рику жалуются на лаги. Мистер Рико просто улыбается. Настоящие лаги бывают, когда играешь с кем-нибудь австралийцами. Вообще слайд-шоу какое-то. Я не знаю, где живет Дарк Рику. Возможно, он из Австралии. Кто знает. О, наверное, страшно жить в Австралии. Ну ладно. Шуты атакуют стрелки скаутов. Чуть не сказал, шуты атакуют стрелков. Варбос, Клавсой и... Киберкомплантантами. Как они называются? Кибернетические мплантанты, наверное. Я не помню, как они называются в русском переводе. Каждым ударом этой Клавсой он убивает по члену отряда скаутов. По-моему, это был Сайрус. Да, это был Сайрус. Видно по его прическе. Но бы... Бегают и... Нет, мистер Рикурус недостаточно красного, чтобы сделать «Зови парней». Но он мог бы это сделать. Если бы он чувствовал себя в особенно злобном настроении. Эта способность может ломать игры. Сейчас нобы просто зажимают войска Дарк Рику на базе. Он не делает ничего, чтобы этих нобов как-то остановить. То есть, конечно, нобы очень сильны, но они не неуязвимы. Нефи своей слабости. И думаю, ему стоило бы начать с плазменной винтовки, честно. Она наносит очень хороший урон. Но сейчас Дарк Рику... У него уже осталось очень мало войск. Он... Нет, на самом деле, их очки только что сравнялись. И сейчас у Дарк Рику все еще даже больше очков, чем у мистер Рикурус. Да, я думаю, этим тактикалам определенно нужны были плазменные винтовки. Для нанесения большого урона по нобам. Но потом ему стоило бы сконцентрировать... Кстати, варбосс, возможно... Нет, варбосс не умрет. Тактикалы. Давайте, асолты, добейте варбосса. Хоть что-нибудь. Давайте! Ну же! А, варбосс мертв. Я не думаю, что это спасет игру для Дарк Рику. Он уже очень много потерял. Дополнительная броня у лута танка. И сейчас тактикалам заказывается ракетомет. Ну... Конечно, странно. Против нобов он ничего не хочет менять. А против лута танка он заказывает ракетомет. И делает девастаторов. Конечно... Я рад, что он решил бороться с этим танком. Но для него сейчас настоящей проблемой являются нобы. Танк-то... Хе. Да, Дарк Рику опять жалуется на... Лаги. И... Дарк Рику, не знаю. Кажется, он винит в том... Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да, похоже, Дарк Рику... Он говорит, чтобы... Мистер Рику Рус, который его... Говорит, чтобы он пошел и сделал праудпост. Это значит, что... Он... Загрузил бы этот реплей на GameReplays.org. Сообщение типа... Смотрите, я победил этого апотекаря-чизера. Просто... Ну... Когда... Какой-то игрок становится достаточно хорошим... Подобные праудпосты очень... Чисты. В принципе, таки делаются практически против каждого игрока. Сейчас Дарк Рику, он уже перестал стараться. Он даже не отступает. Похоже, он сдался. И, кстати, именно из-за этих праудпостов... Я не знаю, похоже... Похоже, каким-то игрокам не нравится идея о том, что... Они могут проигрывать. Не знаю. Что Дарк Рику винит. Хе-хе-хе. Да. Дарк Рику ругается на лаги. Мистер Рику Рус. Да, я хотел сказать, что... Из-за того, что... Некоторым игрокам не нравится идея о том, что кто-то может постить реплеи, в которых они проигрывают. Вот, скажем, как этот. Они меняют имена. И поэтому... Просто идут играть с... Под какими-нибудь другими никами. В Хаус Райзинге... Игроки обычно просто создавали новые аккаунты в Game of the Windows Live. Скажем, под одним аккаунтом они бы играли на всяких там, не знаю, турнирах. И под совершенно другим аккаунтом они бы играли просто в леддере. Чтобы никто не знал, что это они там проигрывали и играли. Я не понимаю такого поведения, честно говоря. Ну ладно. Какая-то уязвленная гордость. После этого матча у Дарк Рику точно уязвленная гордость. Ну, я думаю, что ему стоит, ну, просто немного разнообразить свой билд. Он очень предсказуем. Очень. Конечно, мистер Рикуруз... Молодец. Провел абсолютно идеальную игру. И выиграл. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok